16 ноября в Храме Всех Святых в земле российской просиявших по согласованию с благочинием Павлова-Пасадского церковного округа прошло торжественное открытие 18-х традиционных рождественских чтений, глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. В мероприятии приняли участие благочинный церквей Павлова-Пасадского округа священник Александр Анохин, настоятель Храма Всех Святых в земле российской просиявших Александр Мельничук, заместитель главы администрации Наталья Алексеева, временно исполняющий обязанности начальника управления развитием отрасли и социальной сферы Светлана Трохина, представители духовенства, директоры образовательных учреждений и педагогическая общественность. Перед началом торжественной церемонии состоялся праздничный молебен. С напутственными словами выступил благочинный церквей Павлова-Пасадского округа Александр Анохин, после чего вниманию участников и гостей мероприятия были представлены несколько докладов. На мой взгляд, основанный на многолетнем опыте служения священника, показывает, что здесь огромную роль играют уроки, которые проводят воцерковленные педагоги, а с другой стороны это экскурсии детей в храм. И эти уроки, экскурсии оказывают наиболее хороший результат для того, чтобы помочь воспитать в ребенке правильный духовный выбор. В рамках рождественских чтений открылась выставка продажа детских рисунков, организованная Центром дополнительного образования «Истоки» под названием «Рисуй и не болей». В храме всех святых в земле российской просиявших представлено около 320 работ. Цель благотворительной акции – помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и на вырученные средства приобрести им рождественские подарки. Субтитры создавал DimaTorzok